Мужчин с большой бородой зачастую сравнивают с викингами, и многие из обладателей растительности на лице воспринимают это как комплимент. Неудивительно, потому что в истории человечества было очень много влиятельных мужчин, и большинство из них, что очень любопытно, являлись обладателями густой растительности на лице. Кто же породил моду на бороду? Может быть викинги? Родиной викингов считаются такие скандинавские страны, как Дания, Норвегия и Швеция. Пик активности викингов, совершавших регулярные набеги и захваты, пришелся на период с 800 по 1066 годы. Естественно, абсолютно всем знаком образ викинга, как большого сильного мужчины с длинными волосами и огромной бородой. Однако этот образ является не совсем точным. И мужчины, женщины, в обществе викингов были одержимы личной гигиеной. Они заботились о своей коже, зубах и волосах, так что грязными и лохматыми их точно не назвать. У мужчин, к примеру, был целый набор гребней для ухода за волосами, инструменты для чистки под ногтями и примитивные зубные щетки. Викинги на самом деле были намного чистоплотнее, чем те цивилизованные европейцы, с которыми они воевали. Немного забавно представить викинга, который после битвы присаживается на камень и начинает причесывать свою бороду. Но в реальности все было именно так. По факту, как таковой моды на длинные волосы и бороду не было вообще. Густая растительность вынуждала мыться каждый день. Да и у врагов было больше возможностей, чтобы схватиться за причесанную бороду и обездвижить. Конечно, мужчины носили бороды, но они были существенно короче, чем нам показывают в фильмах и сериалах. Кроме этого, викинги удаляли большую часть волос на голове, так, чтобы ничего не торчало из-под шлема. Борода досталась знати. Что касательно правителей, то они в большинстве случаев носили длинные волосы и бороды, потому что их условия проживания существенно отличались от условий воинов, которые могли месяцами проводить на поле боя. Большая густая борода скорее была символом привилегированности, принадлежности к высшему сословию. Следуя этой традиции, властные люди принципиально отращивали усы с бородой и делали самые необычные прически. Борода равно викинг? Да, в какой-то период истории была мода на бороды, но при этом викинги не забывали ежедневно ухаживать за ними. Таким образом, мужчина с лохматой неухоженной бородой должен называться не викингом, а лентяем, который забыл, что такое элементарная гигиена.